От героев былых времен, не осталось порой имен, те, кто приняли. Ой, спасибо вам большое. Бля, ничего себе. Там фрукты, конфеты, конфеты и печенье. Так, набивайте соку выпечи. Спасибо, скажите, пожалуйста. Про войну расскажи, как началась, как немцы к вам в деревню пришли, как жили у вас немцы живые. Сынок, ну что рассказывать? Рассказывать очень много. Вот Сережин дядя, вот фотография, действительно. Они убили его. Десять классов кончил, забрали на фронт. Попал в Ленинград, в Сталинград. И там погиб в 42-м году. А второго брата его, моего мужа, брат, немцы расстреляли. Нашли на попилище, ихняя деревня сгорела. Мальчики пришли, 16 лет, два товарища. Сашин брат, моего мужа, и второй пришел. Пришли в ту деревню. Залезли в окопу. Растопили там себе костер. Хотели чайку хоть погреть. Сволок, есть нечего. А немцы в следующей деревне, с километр, были там. И увидели, что дымок идет. Пришли туда, схватили их, забрали. Привели в нашу деревню. Через речку перевели. Дали лопатки и расстреляли. Одного, значит, Сашиного брата дали лопатку тот бедный, только ногой наканул, не может. А второй пустился входить. А там рожа была. Если бы он добежал в Бадаржи, она же высокая, а там речка. Ну, немцы подстрелили. Так били его. А мне было еще тогда. Девять лет не было. Мы все плакали, стояли под сараем. Все это видели. И вот такое вот случилось. Один поедет, другой. И отец Сашин. Первый день войны, помните? Первый день войны, это страшно было. Но я дитем, конечно же, еще была. Лет семь мне было. Можем восемь. Ну, как забрали в деревню всех мужиков, все-все-все, стало глухо. А потом тут и немцы пришли. Пришли немцы уже в сорок первом, а в сорок втором вообще поселились. В Адьелье, под Смоленском? В Смоленск. Слышали? В героях былых времен, не осталось порой имен. Спасибо. Счастливо. Здоровья. Спасибо. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей. Спасибо. Спасибо.